Как выглядит наша демографическая пирамида? Каждые 20 лет в этой пирамиде видны такие выемки, которые с каждой следующей итерацией становятся чуть менее глубокими, но тем не менее полностью не сглаживаются и не исчезают. Эти выемки – это наследие демографических потерь XX века. Это, можно поэтически выразиться, каждые 20 лет возвращающиеся те убитые, которые не оставили потомства. И вот, соответственно, их нерожденные дети и нерожденные внуки продолжают создавать вот эту вот пустоту. У нас с вами достаточно, по крайней мере на данный момент, достаточно высокая продолжительность жизни. То есть в этом смысле мы находимся на более-менее приличном уровне по общеверопейским параметрам. Но у нас очень большая, так неполиткорректно выражаясь, азиатская разница между двумя полами, гендерная разница. То есть разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. У нас женщины живут гораздо дольше. То есть где-то после социальной страты 45+, начинается очень серьезное превалирование женского пол над мужским. Тогда как до этого этого нет, и даже в, скажем так, фертильной страте мужчин больше, чем женщин. Потом начинается вот это вот чрезвычайно сильное неравенство. Кроме того, характерная черта нашей с вами демографической пирамиды – это отсутствие того, что называется, если я не ошибаюсь, у демографов, демографическим навесом. Или youth bulge, молодежным навесом. Это можно видеть на примере пирамид стран типа, например, Ирана, где очень хорошо видно, как вот эта пирамида имеет такой выступ в страте 18+, 20+. То есть это наличие довольно большого количества молодого населения, которое, в принципе, в политической науке ассоциируется с более высокими уровнями насилия, в том числе с большими возможностями для как внешней агрессии, так и внутренних каких-то агрессивных беспорядков. У нас не только нет ничего подобного, у нас доминирующая демографическая страта – это 40+, то есть люди старше 40+. Если пытаться прогнозировать будущее в этом, учитывая эти данные, то мы видим, что у нас действительно не просто пожилое сейчас население, а стареющее население. По имеющимся данным, к 2020 году мы достигнем соотношения на 100 работающих, будет 54-55 пенсионеров и где-то 10 несовершеннолетних. Это в достаточной степени непосильная нагрузка для нашей системы социальной защиты, для нашей системы социальной поддержки. Государству придется как-то иметь с этим дело. Один из способов, каким такого рода вызовы преодолеваются, если брать чисто экономическую часть, цинично абстрагируясь от социальных и культурных эффектов, то миграция – это чистая выгода для экономической системы. То есть это приезжают люди в рабочем возрасте, уже, так сказать, выращенные до того возраста, когда они могут работать, при этом не требующие системы социальной защиты, медицинского обслуживания, поскольку они социально депривированы, они вот нелегальные мигранты. Поскольку мы понимаем, что при всем том, что мы радуемся увеличению рождаемости, само по себе увеличение рождаемости – это тоже пока еще нагрузка на социальную структуру государства, поскольку пока эти дети вырастут и станут источником дохода, они пока являются чистым источником расхода. Соответственно, миграция – это один из выходов. Изменение всей системы социальной защиты и социальной поддержки – это не то чтобы выход, это некоторая необходимость, перед которой наше государство будет стоять. Один из вариантов, которые, в общем, рассматриваются и обсуждаются – это делегирование части функций государства именно в этой сфере некоммерческим организациям. Это, в общем, одна из немногих надежд на грядущую стабильность, на грядущее вообще поддержание возможности бытования вот этой нашей государственно-социальной системы, потому что в таком виде, в каком она есть сейчас, когда государство берет на себя все и пытается лечить всех больных, учить всех детей и содержать всех неработающих, неработающих, это не будет работать дальше, это невозможно. Те пути, которыми эту проблему пытаются решать, они такие вот сейчас очевидные. Давайте повысим пенсионный возраст, давайте заморозим накопительную часть пенсии, давайте уменьшим индексацию пенсии, сделаем ее ниже инфляции. Вот как-то так. Это, в общем, такие очевидные, то, что называется, knee-jerk reactions, такие реакции на вызовы самые простые, но они краткосрочные. Ну и кроме того, среди прочего, они вызывают отрицательную реакцию в обществе и, соответственно, повышают социальную напряженность. Возвращаясь к той демографической пирамиде, которую я попыталась описать, из нее совершенно очевидно следует, что наиболее актуальная политическая повестка будущих лет – это социальная. Совершенно понятно, что население такого рода, пожилое, стареющее, с преобладанием женщин будут все меньше и меньше волновать увлекательные внешнеполитические приключения. Победоносные армии, большие расходы на оборону, и все больше и больше будут волновать расходы на здравоохранение, расходы на образование, создание комфортной среды, предоставление разнообразных социальных услуг. Достаточно очевидно, что люди воспринимают свою родительскую роль как социальную, и даже как политическую. Мы с вами обратим внимание на то, что довольно значительное количество шумных скандалов последних лет, последних дней, недель, месяцев, связаны так или иначе с вопросами образования, с детьми, с воспитанием детей, с вредом и пользой, которым дети наносят им социальные сети и компьютерные игры. Это все людей очень сильно волнует. Это то, на что люди чрезвычайно остро реагируют. Это на самом деле и есть повестка завтрашнего и послезавтрашнего дня. От этого можно отгораживаться, продавая телезрителям увлекательную новостную картинку, в которой ракеты какие-то взлетают и приземляются в нужном месте. Это все хорошо до поры до времени, но безжалостная демография нам говорит, что потребители информационных услуг, такого рода инфортейнмента, они, в общем, немногочисленные, и они тоже взрослеют, и их тоже перестанет скоро это до такой степени возбуждать. О чем бы еще в этой связи хотелось сказать, именно применительно, скажем так, к роли третьего сектора, к роли общественных организаций, к роли гражданского общества вообще. Все, что мы знаем, мы политологи, о трансформации политических режимов, того типа, к которому относится наш. Вот таких вот полуавторитарных моделей конкурентного авторитаризма, нелиберальной демократии, по-разному они называются. Их достаточно много. Вообще говоря, как нынче считается в политической науке, большая часть населения Земли живет не при демократиях и не при тоталитарных моделях, которые малочислены, и, в общем, тоже как-то сходят, слава богу, с исторической сцены, а живут именно в таком полудемократическом полуавторитарном, полуавторитарной такой политической среде, в которой существует некоторое количество демократических институтов и выборы существуют, и многопартийность, и некий плюрализм в прессе, и социальные сети в достаточной степени свободны. Часть этих институтов имитационна, часть из них является, в общем, неким ненаполненным содержанием фейком, но тоже вот такого, значит, железного порядка униформности, гомогенности и доминантной идеологии, которую могли себе позволить автократии XX века, они, в общем, редко где встречаются, скажем так. Так вот, такого рода режимы трансформируются, прогрессируют, либо, наоборот, деградируют по разным, скажем так, изучаемым наукой путям. Так вот, одно из немногих факторов, которые можно вычислить, и которые способствуют позитивной режимной трансформации, то есть, на самом деле, мирному сосуществованию граждан между собой и мирному прогрессу режима, без внешней войны и без войны гражданской, это наличие развитых институтов гражданского общества. Действительно, общественные организации, действительно, гражданское взаимодействие является той сеткой безопасности, которая удерживает социум в мирном состоянии. Сами автократы не очень сильно это понимают. Они считают своей сеткой безопасности в основном армию и спецслужбы, а также имитационные фейковые общественные организации, которые на государственные же деньги изображают поддержку того, кто им, собственно говоря, платит. Как показывают многочисленные исторические примеры, ни одного из падших автократов ни на Ближнем Востоке, ни в Северной Африке, ни в Юго-Восточной Азии в нужный момент не спасли ни спецслужбы, ни полиция, ни тем более их собственные нанятые псевдообщественники. В тех странах, где режимная трансформация происходила по мирному сценарию, как, например, в Тунисе, я напомню, что Тунисский квартет, союз четырех крупных общественных организаций, которые получили Нобелевскую премию мира в 2015 году, ровно вот за это, за мирный режимный переход. Это именно четыре общественные организации, наиболее крупные из которых – это профсоюз, это там союз юристов Туниса и еще две другие. То есть это вот те четыре структуры, которые сумели в нужный момент сесть за стол переговоров и выработать общественно приемлемый текст новой конституции и не допустить того, чтобы в этой арабской стране вот этот вот трансформационный сценарий пошел по тому насильственному пути, по которому он пошел у ее соседей. Мы очень много пытаемся рассказать о том, какие ценности нас объединяют. Каждый, кому задает этот вопрос, начинает задумываться и пытаться перечислить какие-то такие хорошие вещи, которые для него являются ценностями. Так вот я хочу сказать, что ценности с точки зрения наук об обществе, социологии и политологии – это не хорошие вещи, это не что-то, что вам нравится в принципе. Ценности – это то, что определяет поведение людей, то в соответствии с чем они себя ведут так и не ведут себя иначе. Я бы сказала, что ценности – это скорее не столько побудительный мотив, сколько ограничитель. Это то, что не дает людям поступать так, как они поступали бы в отсутствии этих ценностей. Так вот, не перечисляя их много, я бы перечислила ту одну, единственную, которую, я думаю, действительно для нас всех является важной. Это гражданский мир. Такая простая, не гламурная вещь, она не обязательно совпадает с развитой демократией или с идеалами либерализма или с чем-то в этом роде, но гражданский мир – это то, что людям позволяет жить, не прибегая к инструментам массового убийства. Причем как не прибегая к инструментам государственных репрессий, так и не прибегая к вот этому распространенному диффузному насилию, которое, к сожалению, тоже является одним из сценариев режимной трансформации режимов, похожих на нас. Так тоже бывает. Нас от этого немножко бережет, еще раз повторю, наша демография, поскольку для населения с таким распределением возрастных страт в общем не очень характерно массовое насилие в принципе. Но рассчитывать на это совсем тут на демографию не стоило бы, потому что для организации массового насилия не нужно, чтобы в нем участвовало 90% населения, даже не нужно, чтобы в нем участвовало 50%, достаточно немного. Если нет сдерживающих факторов, то достаточно небольшая группа людей, чему, опять же, мы все знаем исторические примеры, может устроить в стране буквально черте что, при том, что остальные не возразят. В этой ситуации ограничителем, в этой ситуации, еще раз повторюсь, поясом безопасности, сеткой безопасности являются именно общественные организации, потому что они есть школа мирного гражданского взаимодействия. Это тот навык, который нигде, никаким другим способом невозможно получить, только как, иначе как, коопируясь друг с другом для решения тех вопросов, зачем люди объединяются в общественной организации, не для того, чтобы любоваться друг на друга, а для того, чтобы решать те проблемы, которые для них являются значимыми. Вот этот бесценный опыт, это и есть основное условие обеспечения и поддержания гражданского мира. Спасибо. Спасибо.